Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Паралепименон и мы будем читать третью главу, где в самом начале с первого стиха по девятой перечисляются дети Давида, по имени Господи царя Давида и всю крутость его. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были первенец Амнон от Ахино Амы Израилитянки, второй Далуя от Авигеи Кармелитянки, третий Ависалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского, четвертый Адония, сын Агифы, пятый Сафатия от Авиталы, шестой Ефрем от Аглаи, жены его, шесть родившихся у него в Хевроне, царствовал же он там семь лет и шесть месяцев, а тридцать три года царствовал в Иерусалиме. Здесь мы видим, что у Давида было несколько жен, и от этих жен рождались сыновья. После смерти Давида этот род возглавляет Соломон Шламо, и 10 по 16 стих цари Иудеи от Соломона до Ихании, сын Соломона Рваам, его сын Авия, его сын Аса, его сын Эсафат и так далее. Когда мы изучали книги царей, мы подробно останавливались на каждом из этих царей, в том мере, в какой был какой-то материал о них, в этих книгах, книгах царей. Сын Соломона Рваам — это тот самый Рваам, при котором происходит разделение еврейского народа на иудеев, то есть иудейское царство, и на израильтян — израильское царство. Но израильское царство пошло неправильным путем, в отличие от царства иудейского, где сохранялся истинный храм, храм Соломонов, который Соломон и построил, и где левиты совершали служение. А израильское царство, оно впало в грех Иерваама, был такой человек нечестивый, который создал альтернативное к Олену Левину духовенство и альтернативные места поклонения Богу, и потом он впал, выдало поклонство. В 17 по 24 стих «Потомки Ихании» переселяются его потомки, и на 24 стихе оканчивается эта глава. Надо сказать, что личная жизнь царя Давида была очень сложной. Как и в случае с Соломоном, жены развратили сердце Соломона. Но хотя жены Давида не развратили его сердце, Давид был более цельный человек, чем Соломон, однако множество жен породили соперничество между сыновьями Давида, и было неприятное соперничество, например, Ави Солома против собственного отца Давида, которое началось с неприязни Ави Солома к своим другим братьям. Сначала входит в конфронтацию с ними, а потом и с родным отцом, и в результате начинается гражданская война среди еврейского народа. Ави Солом бесславно погибает. Ави Солом — это пример отступника, нечестивого человека. Он понимал, что его не будут почитать в грядущих поколениях, и он даже сам построил себе усыпальницу, гробницу, понимая, что никто не задать себя таким вопросом какую-то гробницу для него делать. И до сих пор каждый правоверный еврей, проходя мимо этой гробницы, швыряет камнями в нее, как бы мстя за Давида, против которого выступал его собственный сын, Ави Солом, так по-еврейски звучит его имя, Ави Солом. Это был очень красивый человек. Самый красивый в Израиле, сказано об Ави Соломе, но он возгорделся. Династии царей — это были очень сложные такие династии, которые впадали в разные грехи и преступления, и все эти цари были слишком заняты сами собой. Например, в четвертой книге царей сказано, что они так были заняты сами собой, что во все дни царей не праздновалась Пасха. Только накануне уже уничтожения Иерусалима и еврейского царства, и иудейского Израиля, один из царей все-таки вспомнил, что надо праздновать Пасху. А так до этого они слишком были заняты сами собой. Субтитры создавал DimaTorzok